Всем добрый день! Очень приятно сегодня видеть знакомые лица на этом мероприятии, но ещё больше радует присутствие новых молодых людей, которые интересуются данной технологией. И путь к этой технологии у каждого был свой. И я думаю, что если попрошу руку поднять того человека, у кого это было в таком роде, у меня всё хорошо, всё получается, что-то скучно стало, и подумал, «Пойду-ка я к наутильщикам, у них там что-то интересное, какой-то движ». На самом деле нет. У всех из вас были проблемы, с которых вы начинали. И хочу как пример показать предприятие. Воронежская область до 2019 года в этом предприятии обрабатывалась почва, обрабатывалась почва и у соседей, потому что это центральное Черноземье. Знаменитые Докучаевские чернозёмы, проблем нет. Но весной 2019 года, когда просто погибли посевы, вернее, всходы свёклы от того, что прошла пыльная буря, и там, и в этой зоне, никто не застрахован. Было принято решение сразу переходить всеми площадями на прямой посев. И мы работаем вот уже четвёртый год в этом хозяйстве. Там вот так выглядели поля сои в прошлом году. Вот так выглядела пшеница в этом году, конец апреля месяца. Обратите внимание, это классический ноутил, классическая технология прямого посева. Её... Так, 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 не в ту сторону. Сейчас приловчусь немножко. Два основных элемента, которые определяют технологию. Это, как сказал Виктор Корнеевич, почва не обрабатывается. И второе, то, что на почве постоянно находятся остатки. Либо это растительные, пожнивные после уборки, либо же мы видим, что на поле растёт культура, то есть есть зелёный покров. В любом случае наши поля должны быть закрыты. Эта технология полностью ложится в концепцию пяти главных принципов здоровой почвы. То есть почва не обрабатывается. Постоянные покровы этой почвы. Составляются разнообразные силы обороты. Постоянные живые корни, которые являются источником питания для почвенной биоты, что прямо подходит к вопросу воспроизводства и повышения плодородия. И интеграция животных. Это мы завтра поговорим. Я определила основные составляющие технологии наутил пяти пунктами. И если привести метафору, мне кажется, самое удачное это будет строительство дома, когда фундамент — это севообороты, система защиты растений — это стены, крыша — это система удобрений. Окна здесь в данном случае — это отработка элементов технологии и инструменты, с помощью которых мы можем войти в эту технологию, это наши двери. И если система защиты, система удобрений, отработка каких-то элементов технологии, это всё касается отдельных культур, которые мы будем у себя выращивать, то система удобрений, система севооборотов или севооборот, он определяет, что мы будем выращивать, какие культуры мы будем выращивать и на каких культурах будем отрабатывать всё остальное. То есть это как фундамент, и с него нужно начинать. Плюсы и минусы технологии. Для чего хочу рассказать о них, потому что плюсы можно усилить, если мы их знаем, и минусы, когда мы знаем, то мы понимаем, что либо это надо принять, так это есть, либо мы каким-то образом начинаем нивелировать этими моментами. Итак, плюсы — это защита почвы от эрозии, мы останавливаем деградацию. Второй момент — это сохранение влаги, накопление органического вещества, увеличение или улучшение агрофизических показателей почвы, то есть повышается плодородие. Таким образом, мы приходим к стабилизации урожайности, и это ведёт к повышению рентабельности, снижению амортизации и вообще количеству техники, которые используются, и также экономия горюче-смазочных материалов. Если сказать целым двумя словами, то ваше предприятие становится более стабильным колебанием погоды и рынка. Какие минусы? Первое — то, что нам необходима техника. Она стоит недёшево. То, что у нас меняется система защиты растений, меняется система удобрений. Вообще поведение удобрений меняется. Изменяются виды сорняков. Также один момент, на котором хочу остановиться, то, что переуплоднение почвы, мы не особо обращаем на это внимание, когда либо весной ещё по фазе физической даже спелости или в уборку, после прохода какой-то техники, мы видим следы, которые определяют снижение или просадку урожайности. Это очень важный момент, на который мы не обращаем часто внимания. Как можно уйти от этого? Ну, во-первых, то, что техника во время уборки по полю не ездит, только комбайн и чуть позже скажу ещё и бункеры-накопители вам нужны будут. Но есть как вариант, мы применяли обязательно то, что последующий проход техники должен по полю быть произведён по диагонали под углом 30 градусов. Это как бы более равномерно. Мы уплотняем почву и ей достаточно времени. Как правило, это два года нужно для того, чтобы почва разуплотнилась своим естественным образом. Но я хочу сказать, что в некоторых странах есть такое понятие, как техническая колья. Когда подбирается техника определённых размеров, то есть ширина захвата кратная или же одинаковая, для того, чтобы то, что попадает под техническую колью, не засевалось эта часть. А всё остальное, если вы обратите внимание, оно имеет идеальные агрофизические свойства, то есть там вы будете иметь максимальную урожайность просто за счёт того, что у вас сохранена структура и есть всё для этого полагающееся. И неаккуратный вид поля, конечно, не всегда приятно или не всегда приятно слышать замечания по поводу твоего поля. Ну, снова буквально быстро, но тем не менее, всегда мы говорим, что технология наутил начинается с уборки. Когда комбайны во время уборки не останавливаются, грузовые автомобили стоят на краю, вам необходимо, всегда советую, прям рекомендую отчесывающую жадку. Это идеальный момент для того, чтобы оставить равномерно стерню на поле и, кроме этого, максимально накопить влагу и максимально сохранить снег в зимний период. И когда стерня вот в таком послечоса состоянии остаётся на весну или же вам осенью нужно в такую стерню посеять, то здесь пойдёт, из опыта скажу, и анкерная, и диская оселка. Если же весне после снега это, ну, мы увидим в таком состоянии поле, то здесь, конечно, пойдёт уже только диская оселка. Следующий. Кто-то сегодня спрашивал, кто такой Фококко. Рекомендую очень, для того, чтобы понимать, что происходит с вашими почвами, это всё очень хорошо описано у классиков, у Авсинского, у Фолкнера, Фококко. Я рекомендую обязательно эти книги прочесть, тогда очень многое станет на свои места. Обязательно нужно ввести книги истории полей. Это сейчас очень удобно делать в электронном виде. Записи применяемых препаратов вам тоже понадобится через год, когда вы с этим же набором культур подаёте к системе защиты и демонстрационной полигоны. Это обязательный момент, потому что те сорта и гибриды, которые хорошо показали себя при одной технологии, при системе наутил, они показывают себя по-другому. И там работают, и лучше себя показывают другие сорта, другие гибриды. Севоборот. Хочу на нём акцентировать внимание, потому что действительно считаю и с годами ещё больше убеждаюсь, что это самый главный пункт, самый первый фундамент. Научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и пара в пространстве и во времени. Такое определение севоборота вы найдёте в любом учебнике земледелия. В системе наутил паров нет. Поэтому, сразу как оговорка, но этот севоборот всегда строится на законе плодосмены, когда на одно и то же поле приходят культуры в очерёдности, которые максимально по биологическим особенностям, по биологическим характеристикам отличаются друг от друга. Это хорошо изложено в документах, в трудах Дмитрия Пряничникова, и я не буду на них останавливаться. Есть четыре группы причин необходимости чередования этих культур. Но основываются они в большей части на том, что если мы в целом посмотрим на все культуры наши полевые, то их можно разделить на два таких больших класса или группы. Это культуры с мочковатой корневой системой и культуры со стержневой корневой системой. Культурам с мочковатой корневой системой принадлежат все злаковые и семейства луковые. А все остальные культуры – это культуры со стержневой корневой системой. И когда мы планируем составить силоборот, мы подходим к тому, что у нас будет новый силоборот, что мы делаем в первую очередь? Мы выписываем в столбик культуры. И что при этом мы должны учитывать? Несколько принципов. Первый принцип адаптивности. То есть мы выписываем культуры, мы сегодня уже даже делали несколько раз такую манипуляцию. Все культуры, которые растут в вашем предприятии хорошо, легко получаются, высокие урожаи. И если вы их не выращиваете, то вы знаете, что у ваших соседей в вашем регионе тоже эти культуры прекрасно растут. То есть мы набираем полностью весь список максимально возможных тех культур, то есть это ваша зона. Следующий принцип биологической и хозяйственной экономической целесообразности. То есть мы подбираем те культуры, которые имеют экономические, грубо говоря, каждый год мы видим их высокую цену, цена стабильная. Мы каждый год понимаем, что они высокомаржинальны и выращивание их может помочь экономике нашего предприятия. Принцип плодосмены я рассказала. Принцип периодичности. Это когда мы понимаем, что зерновые культуры можно вернуть на одно и то же поле через год. Бобовые можно вернуть через три года. Если мы говорим о крестоцветных и свекли, то это четыре года. Лен можно вернуть на прежнее место, на прежнее поле через шесть-восемь лет. Подсолнечник через семь-восемь лет. Принцип совместимости и несовместимости покажу на следующем слайде. Принцип уплотненного использования пашни. Это принцип, при котором так нужно составить севооборот, чтобы поле пустовало минимальное количество времени. То есть максимальное количество времени, оно должно быть под растениями, под живыми растениями. Принцип специализации, это когда у вас в предприятии, например, есть консервный завод или где-то по соседству, то вы понимаете, что вы можете вырастить сахарную кукурузу или горох для того, чтобы куда-то это уже направить. Ну, тут следующий слайд. Давайте мне тоже посмотрим. Эта фотография показывает, что значит предшествующая культура. То есть в прошлом году на левой стороне горох рос с правой стороны подсолнечник, причем после гороха ничего не носилось, никаких дополнительных удобрений, а после подсолнечника был внесен касс. Ну, и вы видите, конечно, можно получить примерно одинаковую урожайность, но постараться и вложиться в поле после подсолнечника нужно. Здесь посеянная зимая пшеница, и я думаю, понятно, вот правило 60 на 40, то есть там мы можем получить 60, здесь 40 центнер. Следующий слайд. Хотя, если задуматься, если бы это поле после подсолнечника просто пустовало, то есть мы ничего бы там не получили, то получить 40 центнер пшеницы, я думаю, что это тоже неплохой вариант. То есть все познается в сравнении. Когда список у нас составлен, мы понимаем, что есть правило, зерновые колоссовые не должны превышать 50% наших площадей. И мы выстраиваем зимый клин следующий, и понимаем, какие культуры из составленных у нас выходят на весенний клин. Причем в той периодичности, как они подходят по срокам сева, от самых ранних до более поздних сроков. Но, видите, как видите, горчица и горох, мы можем их заменить на азимы, рапс, азимы рыжик и горох зимующий, для того, чтобы немножко разгрузить весеннюю кампанию, потому что весной, как правило, то сыра, сыра мы не можем войти в поле, а как только просохла, наступила фаза физической спелости у почвы, мы понимаем, что через два дня уже поздно, сухо и уже бесполезно сеять. Поэтому нужно немножко тоже, вот здесь поиграться, и можно поиграться здесь с культурами. Следующий. Таким образом, плодосменный севоборот, если мы посмотрим на примере, да, нут, теплолюбивая культура, пшеница, рапс, холодостойкий кукуруза, теплолюбивая, соя теплолюбивая, холодостойкий ячмень и теплолюбивый подсолнечник. Следующий слайд. Как мы это определяем? Мы определяем это по знаменитому квадрату Рика Бибера, это важно тоже понимать, потому что, следующий слайд. Проанализировав свой севоборот, мы понимаем, у нас подряд, вот первое, что мы делаем, через год стержневаем очковатая корневая система, стержневаем очковатая, и мы анализируем две холодных, три теплых, одна холодная культура. Так они заходят подряд. И известно последним данным многолетних исследований американских ученых, следующий слайд, идеальный севоборот, где мы можем побороться максимально с сорняками и уйти от применения химии уже на пятый год. То есть это будет минимум, который будет необходим, если мы будем иметь две холодных культуры и две теплых культуры. Следующий слайд. Таким образом мы трансформируем, меняем местами культуры, таким образом, чтобы тоже придержаться, хотя бы вот соя теплолюбивая, две холодные, две теплые, две холодные. То есть уже на шестой год мы понимаем, что уже можно спокойно высевать другие культуры. Следующий слайд. Примеры севоборотов, которые мы составляли в этом году для Ставропольского края, для Краснодарского края. Но это все было индивидуально, исходя из тех перечисленных принципов, которые я показала выше. Следующий слайд. Севоборот для Волгоградской области, он составлен с учетом того, что это зона, где выращивается рожь. Это тоже не всегда и не везде. Следующий слайд. Севоборот в Саратовской области, он основан на том, что в этом предприятии есть сушилка. То есть можно выращивать спокойно сорго, можно выращивать кукурузу. Эти культуры поставлены, обратите внимание, послевобовых культур, как основные культуры, которые необходимы данному предприятию. Следующий слайд. Как можно решить проблему с гелопсом цилиндрическим? Знаете, что только севоборотом. Но как? Да, вот скажите как. Потому что этот сорняк очень близкий по биологии к озимой пшенице. Следующий слайд. Для того, чтобы избавиться, нужно включить в севоборот звено без озимой пшеницы. Например, сорга лен. Пока мы посеем сорга, взойдет эгелопс, мы его берем гербицидом, вырастим сорга. Во льне мы тоже спокойно можем, это яровая культура, спокойно можем поработать против злаковых сорняков. Также подсолнечник. Поздняя яровая культура со стерневой корневой системой. До ее посева мы работаем против злаковых. И в горохе мы точно так же можем удержать этот сорняк. И таким образом, то же звено подсолнечник-горох, мы можем перед подсолнечником озимую пшеницу, после гороха озимую пшеницу высевать. И за эти два года мы спокойно поборемся с эгелопсом. Следующий слайд. Или вот такой момент в этом году, и я думаю, часто с этим сталкивается каждый агроном, что есть поля, которые нужно пересевать. Нужно это тоже делать аккуратно, чтобы не нарушить севоборот. Каким образом? Вот тоже поля, Курганская область, когда, понятно, да, посеяли горчицу, оказалось, почти через месяц только обнаружили, что она не взошла. Когда стали ковыряться, поняли, что это причина в том, что протравленные семена. До сих пор не призналась им не агроном, чем протравленная. Ну, потому что то, что они посеяли, не взошло. Следующий слайд. И если вы обнаружили, что у вас не взошли ранние яровые культуры, ну, примерно через неделю, через две, вы понимаете решение о пересеве, то подойдут такие культуры, как сафлор, чечевица. Лен не подходит, потому что, если он в севобороте предусмотрен, то он через, в течение семи лет зайдет все равно, мы не можем сейчас снова с сольном зайти. Горчица не подходит, я не люблю, когда мы пересеваем той же самой культурой. То есть, если сложились условия, они пригодные для сходов этой культуры, то может получиться очень большая вероятность того, что все-таки она не пойдет. У меня были такие истории, когда мы сеяли лен после дна, ну, погибшего пересевали, не получалось. Горчица после горчицы не получалась. То есть, тоже такой нестабильный вариант. Поздние яровые культуры подойдут такие, как подсолнечник соя, гречиха, то есть все, видите, со стержневой корневой системы, чтобы не сбиться с этой схемы. Если стержневая корневая система, то стержневая. Если нужно пересеять зерновые колоссовые, то здесь подойдут поздние сорго-суданская трава, кукуруза. Тоже очень сложно идет по пересеям, то есть при необходимости пересева, потому что эта культура очень мягкая, нежная, и она конкуренции не выдерживает. Следующий слайд. Ну, в принципе, у меня все, старалась говорить быстро, тезисно, и понимаю, что на вопросы ответить я уже не смогу. Все будет после выступления. Но хочу сказать, что помните, чем меньше мы вмешиваемся с химическими препаратами, с химическими удобрениями, то мы нашей почве помогаем, потому что из песка и глины наши почвы живыми сделали микроорганизмы. Я надеюсь, что через год, через два мы очень более глубоко поговорим на эту тему, потому что за этим будущее. Я хотел сегодня рассказать о результатах 10-летнего исследования, которое мы проводим в институте, но я скажу только о очень маленькую часть наших результатов, потому что если буду рассказывать о всех результатах, ну, часа мне не хватит. Я остановлюсь только на тех, которые имеют очень большое значение и влияние в практической деятельности, тем, кто занимается технологией наутилы. Я думаю, для вас это будет более интересно. И больше того, если я буду эмоционально выступать, я обычно эмоционально, значит, я никого не ругаю, не обвиняю, понимаю, что у вас, я говорю так, как считаю нужным, надо делать в этой технологии. А каждый сам волен делать, сам себя хозяин, пожалуйста, делай, как хотите, но, по крайней мере, будете знать, куда стремиться надо, куда идти, чтобы достичь более высоких результатов. Итак, следующий. Итак, значит, по содержанию продуктивной влаги в почве. Ну, все мы уже знаем о том, что там содержится больше влаги в почве. Вот посмотрите, у нас на 40% влаги в почве, это в нашем опыте, который мы ведем уже тоже 10 лет, на 40% это больше влаги в полутораметровом слое. И мы проверяли в 21-м, вот смотрите, 29-го универа, 21-го года в хозяйствах, в пшенице, в среднем тоже на 42% влаги больше. То есть это не придумка наших ученых, это так она действительно и есть. А что такое 42% дополнительной влаги? Это влага. Вот когда мы в этом году проверяли, весна была очень сухая, зима была бесснежная, и мне начальник управления одного района звонит, а вот у нас в традиционной технологии 50-60 миллиметров влаги, а в Наутиле есть поля до 160-170. Может такое быть? А кто, говорю, определял? Аграхим-центр наш. Ребята, говорю, там грамотные, не верить им нет оснований. А что делать? Я говорю, что делать? Все есть 160 миллиметров, все тут проблемы. А вот то, что без Наутила, что делать? Я говорю, это ваши проблемы. Чего вы мне вопрос задаете? Я вот работаю вот с этим, я предлагаю вот это. А что я вам теперь предлагаю? Так вот, в тот год урожайность в этом районе, кто по Наутилу работал подсолнечник, гал 12-го и на центре разъектара, а те, кто работали по традиционной технологии, посеяли. Многие просто заушили, он поднялся немножко, начал бутонизаться, и кто в бутонизации, кто в цветении, засохли. И урожайность от 2 до 7 центнеров заъектара. Вот результат. Следующий. Это было весной, а теперь это во время вегетации, когда это цветение растений. И в среднем 32% дополнительной влаги, или 33 миллиметра, это 330 кубов воды на гектаре. А растительный, значит, полив по вегетации 250 кубов. То есть это дополнительный полив, который вы произвели для своих посевов. И это очень важно, это вот как раз есть резерв нашего повышения вырожайности. Следующий. Что это дает? Это вот, скажем, вчера выступал урожайная, Алексей Федорович. Видите, урожайная и добровольная, которая работает по наутилам без паров, а все остальные от 35 до 15% пары имеют. И если они от него отказываются, а было хозяйство, которое отказалось в этом районе, это Ипатовский район, она сразу же укатилась по урожайности и по экономике. И оказалась на кране Баркросса. Поэтому с парами здесь традиционной технологии шутить нельзя, а здесь мы можем обойтись без пара. Следующий. Протность почвы. Это у нас обыкновенный чернозем. В принципе, плотность почвы находится в оптимальных значениях. В отдельные годы под отдельными культурами, особенно подсои, в которых слабая корневая система, стержневая, бывает уплотнение. Но вот следующего года она опять восстанавливается, и все нормально. Но есть опасность переуплотнения. Следующий. Вот посмотрите, это подсолнечник. Обратите внимание, пустоты. Видите? Это край поля. В прошлом году на этом поле убирали пшеницу. И выгружали булькера на краю поля. Вот результат. Половина поля пустого. Подсолнечник просто не взошел. Поле переуплотнили. Поэтому то, что мы показывали сейчас, вот, лилиане, булькера, накопители, это очень важно. И если переуплотнение поля, сразу урожай будет ниже. Сразу будет ниже урожай. Поэтому булькера, накопители, опыт работы есть. Многие хозяйства уже пользуются. Не игнорируйте их. Посмотрите. Не говорю, что сегодня купить. В принципе, планируйте. Вы получите дополнительный комбайн, который не надо покупать по производительности. И качество работ. Следующий. Вот смотрите. Это вот на краю поля корневая система подсолнечника. Вот где мы смотрели, где изреженные. Следующий. А это в центре поля. Корневая, стержневая, корневая система, как положено быть, развивается у подсолнечника. Совершенно другие растения. Следующий. То есть убирать надо с бункерами, накопителями. И выгружать на ходу. Говорят, ой, на ходу сложно, трудно. Уверяю вас. Я сам садился за речей Германии. Еще в 95-м году мы это применяли уже. Прекрасно выгружается. Вопросов нет. Это в Аргентине. А вот стоят машины, которые ждут зерно от бункера накопителя. И вообще по технологии комбайн на поле останавливаться не имеет права. Вот мы были в Аргентине. Фермер, хозяин нанял комбайнера. Он убирает, он останавливает, но не остановился. Выехал на край поля, прибежал. Что вы хотели? Вот дисциплина такая. А у нас можно остановиться. А как остановился? Значит, сзади уже полова, капешка. Значит, там уже мыши. Там не просев, там сорняки. И пошла. А потом мы говорим, вот технология плохая. Следующий. Для предотвращения уплотнения почвы. Не сеять по сырой почве. Вот вчера мы говорим, вот не идет после дождя и все. Это хорошо. Этого делать нельзя. Потому что вы уплотняете почву. А если она уплотняется, снижается урожайность. У нас был такой случай у фермера, когда два поля стали низкие показывать урожай. Проверили уплотнение почвы. А в чем дело? Вспомним. Он сеял, когда шел дождь, он даже досевал, так сказать. Вот, пожалуйста, результат. Надо определить спелость, как сказать, почвы. Как определяется, когда сеялка пойдет. Простой рабочий костей. Берете простой ножик, столовый или перочинный ножик. Тыкаете почву по рукоятку. И поспокойно вытаскиваете. Если почва прилипает, сеять нельзя. Не прилипает, можно приступать к севу. Такая простая элементарная, чтобы не таскать агрегаты, пробовать и так далее. Посев всех культур должен проводиться под углом 30 градусов. Это закон для наутилера. А мы не видим, мы спарим в одном направлении. Переуплотняем почву. Поэтому вчера Алексей Федорович говорил, он пропашные сеет по вдоль длинной стороны поля. А зерновые под углом. Перерасход семян, ну ничего не сделаешь. Зато этот перерасход компенсирует с большей и более высокой урожайностью. Следующий. Я хотел поговорить о растительных остатках. Вот я езжу довольно много, сейчас меньше езжу. Нет, это просто... Вот есть растительные остатки. Вот у нас есть растительных остатков на наших полях. Вот это вот количество. Одно-две тонны. Не более того. Вот смотрите. Это данные американцев. Урожайность на... Без растительных остатков. Вот. А вот тут мы работаем. А мы можем работать вот здесь. И вот, видите, 18 и 40 центнеров. Это, наверное, две большие разницы, как говорят в Одессе. Да? И за счет чего? Только за счет того, что есть растительные остатки. Белгородская область сказала, им надо 10 тонн растительных остатков на поле для того, чтобы задержать баланс гумуса и так дальше. Вот проверим. Мы сейчас заложили такой опыт. Одноветние данные, я не стал их приводить. И у нас оптимально получилось 8 тонн. Больше там уже тяжело с пассивом, действительно, там уже трудно. Вот. 20 центнеров дополнительных ничего не делаем. Больше того. Аранжатка, очесывающая, если я работаю, я очесываю. И она... Чуть позже поговорим. Еще дополнительные получаете преференции. Вот что такое растительные остатки. Дальше. Уборка очесан. Вот так выглядит поле очесан. И здесь жадко-очесывающий. Мы проверяли, мы проводили опыт. Один комбайн очесывающий работает за 2 с обычной жадкой. Ну, пускай не 2, а 1,5. Обычный дон, значит, убирает там 30 гектар в день. С очесывающей жадкой выходит и вечером выходит 60 гектар. Причем, если еще бункер-накопитель, это будет еще больше. Это он из бункера работал. С соляркой, значит, расход меньше топлива. Что-то, я не помню, 25%. И так дальше. Комбайнера не надо одного. Комбайна одного не надо. То есть у нас хозяйства, которые приходили на очес, очес очень жадко покупали. Один комбайн, значит, не нанимали дополнительно, он нанимал комбайна. Лучше купить дополнительный трактор, дополнительную сейлку. Это дешевле, выгоднее, чем, как логистику мы должны быстро сеять, быстро ездить по полям. Быстро есть машина Mercedes, садитесь, быстро ездите. А здесь, а не вечеря, если должен быть трактор 120 лошадиных сил, он 120 кубик, не 125. Чтобы механизатор не мог быстро ехать, только по той скорости, где оптимальное качество села. Сев должен производиться в оптимальной скорости. Не надо тут гонять. Тут не тот случай. Пусть только, я говорю, купить еще дополнительный трактор, механизатор задержать. Это дешевле и выгоднее. Видите, только следы, где прошел утром рабочие органы. Следующий. А как сеять горох? Вот, пожалуйста, горох. Механизатор плохо сеет, все-таки забивается иногда бывает. Вот он сел вперед, а тут надо еще сзади посмотреть. Но, тем не менее, это же посеяно. Следующий, смотрите. Вот лен посеян по очесу. Это в этом урожайном. Прекрасно. Вот я уверяю, здесь лен будет. И здесь будет выше урожай, чем без растительных остатков. Следующий. А вот подсолнечник в СПК Архангельская по очесу тоже. Только здесь сеялка кинза, и она открывает рядок. Вот в том, о чем вы вчера говорили. Открывает рядок, и здесь идет испаление. Поэтому в прополе идет потеря влаги, снижение урожайности. Да, говорили. Ну вот это, видите, чистое поле. Надо тут герпицит. Не надо покупать по гевролайтинг. Это уже стоимость семян намного дешевле. Срок сева. Мы говорим у нас здесь, в Ставропольском крае, где сейчас спират выходит на защиту. Вот Наташа, которая вчера нас кормила, и сегодня будет кормить. У нее срок по севам. И это у нас еще предшественники. 15-20 мая. Оптимальный. Мы едем 1-2 апреля. Покупаем против гевролайтинга. Обрабатываем гевролайтингом. Еще травим этот подсолнечко на желтее. Вот нам надо торопиться куда-то. 15-20 апреля. Спокойно уничтожили сорняки этим глифосатом. И все. Майя, то есть я прошу прощения. И все. Так не надо глифосат устойчивые, там другие. Семена дороги и не надо покупать. Не надо покупать дорогостоящий герпицит. Это самое экономическое оказалось выгодно. Следующий. Я водопьяну говорю, 15-20 посеял. Он говорит, нет, не выдержал. Восьмого посеял. Но не выдержал. Понимаете? Так, при оптимальном наличии на поверхности растительных остатков, у меня так 6-8 тонн, лучшими рабочими органами селки является то, что я вам показываю. Декултер, турбодиск или гефрированный диск называется, и дисковая усевающая пара. Монодиск минает растительные остатки в область заделки семян. Их полевая скорость сильно снижается. По этой же причине мелкосемянной культуры сеять очень проблематично. Монодиск, он и должен прорезать растительные остатки и заделать семена. А весной особенно, чтобы их прорезать, надо давать большое давление. Соответственно, давление он заделывает семена, не заделывает охаронию. И мы были на посевах, где посеянный горох, вот смотрите, отрочает солома в редках. Это замял туда солому вместе с семенами. А идет разложение, это леопатическое влияние, там выделяются всякие фенолы, он пагубно влияет на хожесть семян. Семена погибают. Мы даже после пшеницы рапс брали на сутки на подоконнике, 100 грамм вернее этой соломы в воде литровой, через сутки в этот раствор семена рапса. Через трое суток они превращались в кашу. В кашу такая реакция там сильнейшая. Почему рапс не идет по пшенице. Вот такая вся. Анкерный сашик загребает и забивается растительные остатки. Но это грабли. И сердце становится невозможным. Потом выбирайте сами. Следующий. Смотрите, за 7 или за 8 лет здесь у нас количество дождевых червей в слое 20 см 9 и 35. 3,5 на 4 раза больше. С одной стороны, черви говорят, что это почва здоровая, там нет никаких пестицидов, на что на нас говорят. Это почва, дождевой червь, это рак в воде. Если рак есть, значит, вода чистая. Если вода не чистая, рака там не будет. Так и червя не будет. С другой стороны, они же ходы делают. Дренируют почву. Поэтому водопроницаемость, смотрите дальше. Следующий. Тут 5,3 мм в минуту пропускает. А здесь 7,31%. Водопроницаемость лучше. То есть вода быстрее впитывается. В-первых, растительный стат, каждый стебелек, это плотиночка, задерживающая сток влаги. И вот эти черви, дождевые ходы, вообще все пронизано, как вот решето. И тогда, кроме растительной, корневая система, мы же ее не пашем, не нарушаем. Тоже дополнительные ходы. Это и воздухобеспечение. И таким образом, следующее. Смотрите, это Архангельская. Вот с левой стороны, это было в 2013 году, до технологии науки. Вот эти три места, до порядка 15 гектар, где весной образовывались озера. Сеять было бесполезно. Потому что, а зиму просеешь, она все равно весной вымокнет. Весной не залезешь. 15 гектар из пашни вышло. Видите, балочка, видна ее, проходит. Вот эта, ниже, палка, которая поперек поля. Видите, белая еще? Эта эрозия, они уже не могли эрекироваться, переехать. Каждый год, значит, заравнивали, заравнивали. Она все равно вымывала, вымывала. Через 6 лет технология наутил. Видите, прекратилось. Нету этих озерков, которые образовывались. Нету, все сеется, и все, никаких проблем. И вот здесь уже, почти не видно, она уже заравнялась. 6 лет. И все это, почему? А потому что влага остается на полях. Как ливаневый дождь, как весна, так у них все это, и шло лавины по этим балкам, и все уходило с соседями, соседи дальше, и в Авраге дальше какие-то обращаются. Следующее. В Архангельском за 6 лет длина линейной водной эрозии с 23 километров до 13 снизилась. За эти же годы с соседним добровольным, которые обрабатывают пашек, увеличилось с 9 до 10,5 километров. Это очень важно, потому что потери идут от эрозии именно. Следующее. Выключите ее. В Савропольском крае, скажем, в 2020 году. Выключите ее, потом я включу. Сколько, да. Значит, в 2020 году посекло 51,5 тысячи гектар, засыпанным мелкоземом 22 тысячи, погибло 6 тысяч гектар пшеницы. Никто внимания не обращает. Это нормально. Это, как говорится, боевые потери в штатном расписании. Вот это происходит на полях, когда у соседа эрозия, а наши поля засыпают. Вот это бывает у нас. Спасибо ему за почву, но заглубогибая, это зимая. Следующий, пожалуйста. А вот это вот водная эрозия. Видите, это рычаговая эрозия. Это я ехал в Александровском районе. Ливень прошел. Это подсолнечник посеем. Это не паровое поле. Тоже нормально. У нас есть места, где на дорогу обмывает столько, что приходится. Потом дорожники приезжают, убирают землю с дороги. С полей. Это все страшно. Потеря полуоплодородия. Следующий. Вот мы работаем сейчас с московским педауниверситетом. Колембулы такие многохвосткие, маленькие, глупо только видно. Их наличие говорит о том, что идет почвообразовательный процесс, образование гумуса. Они питаются вот что-то между органическим веществом и гумусом. Вот смотрите, в рекомендованной технологии их от 2,6 и 1,3 десятых единицы, а здесь 15-30, в десятки раз больше. То есть это дополнительный, как бы, ну как ее назвать, показатель, что здесь идет положительный процесс почвообразования. Следующий. Гумуса за деротацией сил оборота снижением в традиционной технологии на 14-13 процентов. Причем внесение удобрений ничего не дает. Потери почвы гумуса идут. Удобрения просто поддерживают урожай, может повышают. В прямом поселе видите увеличение на 9 сотых и 16 сотых. Достоверное увеличение содержания гумуса. Это в нашем опыте, который мы ведем уже 10 лет. Следующий. Теперь, вчера говорили о том, что биологический метод защиты, это определили мы полезную патогенную микрофлору, то есть вредную. Смотрите, в технологии, в традиционной технологии 24 тысячи, тут 13, в два раза меньше патогенной, то есть вредной микрофлоры. По четырем культурам сил оборота. А полезной, наоборот, 48 тысяч, а тут 56 тысяч. Причем появилась даже триходерма. Мы не работали ни в один год никакими биопрепаратами. То есть это естественный процесс. И почему он есть? Потому что растительные остатки на поверхности почвы размножаются целлюлозы разлагающие. Там же целлюлозы много. И они подавляют патогенную микрофлору. Потихонечку я вытесняю. И вот здесь тогда можно говорить о биологизации. Я за биологизацию, за применение, скажем, на этих посевах биологических препаратов. Но у нас опыт, чтобы не вводить лишний фактор, мы этого не делали. Вот такой результат получили. Это очень интересный результат. Многие рекомендации, как бы наши, которые у нас есть. Я не агрохимики, тонкости не беру. Значит, определить надо содержание подвижного фосфора, калия, почи, и азота, если вы определяете, значит. Сразу после уборки, азота здесь не надо, после уборки предшественника и пшеницы. И тогда, значит, до покупки удобрений разобрать. Мы покупаем удобрения, мы спрашиваем, а как применять? А может их не надо покупать, а может покупать надо было бы другие. То есть это надо сделать заранее, до покупки удобрений. Придеть эффективные дозы подозимой пшеницы. Под пшеницу и кукурузу можно вносить максимально большие дозы. Это уже от финанса и возможности каждого хозяйства. Кто-то не смотрит, завтра вот мы поедем к водопьяному, он не смотрит, он шпарит большие дозы азота, азотонной пшеницы, он получает урожай. У него тоже было, он выходил на уровне 30-35, а сейчас выходит на уровне 50-55, он тоже выйдет на 60. Поверьте, выйдет. И когда мы говорим об этом, не верят нам. При содержании почвы подвижного фосфора более 25 миллиграмм, можно применять только вот по 20 при посевной внесении, это 125 нитромов хоски. О чем мы говорили, когда содержание фосфора больше 25. При содержании фосфора почвы больше 20 миллиграмм, подсолнечник на удобрение на фосфор не реагирует. Это испытано много раз, у меня защищался аспирант по этому вопросу. То есть тут нет смысла бороться с удобрением. Лучше отдайте их под пшеницу, под зерновые культуры. Там будет, под кукурузу отдайте, там будет более эффективно. И при выращивании сои удобрение лучше вносить под предшествующую культуру. Соя тоже не реагирует на удобрение. Росул защищался и докладывал, что принесение удобрения на соя не давало прибавки. Во внеимке ему дали заправдивый доклад, что сказал правду. У них эти данные тоже такие. Я просто задумался, почему вот уже мы 10 лет как бы работаем по наутилу, начинали и уже как бы перешли и работаем. И я задумываюсь, почему Российская Федерация вся не переходит на наутилу. и ответ такой. Мы во всем проиграем. И они хотят быть чемпионами, а мы всегда аутсайдерами. И это связано с несколькими причинами. Одна из главных причин. Вот Сашу, почему я задал вопрос. Это позднее созревание почвы. Позднее созревание почвы, значит, мы позже входим. Значит, если мы позже входим в яровой сев, значит, мы позже коцем этот яровой сев, значит, мы позже входим в азимый сев. И в связи с этим у нас или по вегетации должны быть подобраны там сорта с низким фау, чтобы это, значит, мы уже теряем урожайности. И точно так же мы как бы язимую пшеницу как бы входим. Но по урожайности я бы не сказал, что мы проигрываем, но мы проигрываем вот именно в подходе. Не каждый может выдержать там до июля месяца незасеянные поля содержать. Ну, не каждый. Причем, ну, как бы, конечно, холдинг имеет, может себе позволить перейти даже некоторые остатки и на другой год незасеянными оставить. Значит, это одна из причин. Значит, сейчас я быстренько презентацию расскажу. Значит, по нашему Краснодарскому краю в этом году за... у нас 600 миллиметров осадков, да, но с октября по май выпало, короче, более... более 800 вот за вот эти полгода. Короче, посчитали годовое получилось больше тысячи в этом году. тот год, который был. Можно. Значит, что мы сделали? Ну, Ольга Леонидовна не даст соврать, по кукурузе нельзя этого делать, а по подсолнечку я это сделал. Значит, мы просто засеяли в зеленый, мы некоторые поля просто не успели с осени раундапом накрыть раундапом, я оставил падалицу озимой пшеницы, здесь были покровные культуры, они вымерзли, там погибли, но падалица осталось, и мы 7 апреля, короче, засеяли прямо в зеленку. В зеленку. Ну, как бы, и у меня вот это поле, другое я не стал, там рядом, значит, примерно одинаково выглядит, где в зеленку, где не в зеленку, и по урожайности я посмотрю, как бы это. То есть, если, допустим, засушливый год, можно, я думаю, что оставлять, а лучше всего, не то, что оставлять, а там, где сеешь ранние яровые культуры, допустим, горох, да, то надо сеять зимые покровные культуры, что в этом году мы будем практиковать. Дальше, пожалуйста. Значит, в этом году, так как осадков выпало много, значит, из тысячи гектар у нас было, просто погибло 300 гектар. Но оно погибло вот таким образом, да, мы просто накрыли, это в конце мая, 15 мая посев, да, но, наверное, этот посев даже позже был. Значит, мы пересеяли 300 гектар под солнечником и практически уже пшеница выкидывала колос. Дальше, пожалуйста. Вот вы видите, да, уже пшеница в колосе. Значит, это было, был пересел, потому что вот такие экстремальные годы и, ну, тут приходится принимать такие решения, которые никогда не принимал. Дальше. Значит, что наблюдается еще, нажмите там вторая. Значит, на черной земле всходы появляются, там, где в стерне только ключка. И, кстати, потом мы сравним тоже вырожайность. Дальше, пожалуйста. Значит, по пшенице мы перестали работать фунгицидами и инсектицидами. Значит, отработали грибным компостом вместо фунгицидов и вижу, вижу, появилась божья коробка, думаю, ну, не просто, что она там появилась. Потом смотрю, на пшенице появилась тля, но перебороли себя и, короче, не стали работать. А до этого была пьяница. Дальше, пожалуйста. Значит, вы видите следы пьяницы, но мы тоже удержались и не отработали. Короче, она не развилась. Вот она ела, ела, это все, но не росла. Ну, или она толстой, стебельная, ну, восковой налет, зубы поломала, или, может, ну, погодные условия, ну, не знаю, ну, что-то, что-то ей, короче, подохло. Дальше. Так, а это теперь мы уже переходим к сеялке, которая называется пикалка. Это уже второй вариант. А можно вопрос? Просто непонятно, что с один случилось? С какой? Вот, переселался. Который пол, почти выбрасывал пол, почему вы ее пересеяли? Ну, было поле 300 гектар, да, и, короче, там, вот эта геофотография, там гектар, наверное, 5 или это, но мы не стали там вот этими клочками переселаться, мы накрыли все поле, и там, там вообще под водой стояло, поэтому, значит, короче, значит, способ посева, это экспериментальный участок, и мы хотим, вот эта сеялка, которая первая была, значит, мы хотим вот эту сетку сеять пшеницу и получить точный высев пшеницы, то есть, если она 10х10 сетка, да, если мы севаем, короче, причем на разную глубину, мы сеяли от 1 до 4 сантиметров, и, значит, в одну лунку мы бросали одно растение, на втором два растения, на третьем три растения, на четвертом четыре, в одну лунку, и точно так же глубина, на один сантиметр, на два, на три, на четыре, квадратиками посеяли, значит, и вот таким способом мы, как бы, сеяли. Зачем мы это делаем? Я считаю, что если мы сделаем северку, которая будет сеять вот таким образом, не разрезая почву, протетила, то мы уйдем от вот этих проблем, которые есть на сегодняшний день. это мы не будем ждать созревания почвы. Для нас будет только одно. Так как у нас будет наоборот, из недостатка мы превратим преимущество. Почему? Потому что по скверне мы просто поедем, втыкаем вот это все, и для нас будет важна только температура почвы. Но летом температура всегда нормальная, поэтому я думаю, мы просто, если мы решим вопрос с яровым входом в яровой север, значит мы тогда решим полностью проблему с уборкой и вот этого не будет смещения, а если не будет смещения, значит ломается, что делать. значит мы тогда победим классик. И вот тогда они все станут нарубильщиками. Ну, дать все можно? Я покажу. Ну, короче, вот таким образом это все сеялось, вот он бросает и вдавливает. Значит мы почему сначала прежде чем делать селку мы так сделали, мы посмотрели вдавливается ли культура и сейчас мы провели не только сев озимых, но и сев яровых. Так вот по подсолнечку скажу, что мы вдавили, не весь подсолнечник зашел. Дальше, пожалуйста, можно? Вот это пропустим. Так, вот это они выглядели, посевы. При всем том, что у нас были, вот это было все, в воде стоило плесы, вот вы видите почву, да? Это были плесы, вот это были посевы, которые пустились, пшеница пустилась там, где по одному зернышку на 4-5, там, где 4 зерна было вместе, она пустилась где-то 1,4, коэффициент впущения был. Значит, подтопленный был участок, ну, короче, как бы так, это веетация. Значит, разделил вот этот экспериментальный участок на две клетки. На одной клетке мы покормили, дали аммофос, разбросали, 100 кг на гитар и 200 кг силидра. На второй клетке ничего не делали. Дальше можно? Минут кратно. Да, заканчиваем. И еще дальше. Значит, вот такой ячмень получился. Значит, это две клетки. Все по фукуоке, видите, сорняк, не работали гербицидом полностью. Вот видите, яма, вот такая яма, да, вот эта вода замыла, замыла плёс. Дальше. С правой стороны это с удобрением, с левой без удобрения. Дальше. Вот, ширина из дурьяни была между клетками 50 см, там сорняк побольше. Дальше. Ну, вот это промоено, ну, в принципе, вот это яровой сев, который мы сеяли дальше. Вот это всходы подсолнечника. Подсолнечник зашёл не весь, раздавили. Короче, на некоторых это взошла соя, сою сеяли 10 на 20 см между грядей, 10 см строчки и 20 на 20, то есть 500 и 250 тысяч дальше. Всходы кукурузы, вы видите. Дальше. Тоже всходы кукурузы, но мы ещё помимо того, что мы сели, остановитесь здесь, значит, помимо того, что мы сели, значит, мы ещё делали опыт, мы разводили карбамид один к одному, один к двум и вливали один миллилитр в точку посева. Зачем посмотреть? Спалим мы или не спалим? Это для того, чтобы потом, если мы сделаем селку, чтобы или в точку посева, или рядом даже куульбить. Поэтому так. Ну, на сегодня у меня всё. Я заканчиваю презентацию. Но, нет, оставьте это. Пусть почитают и, короче, всё.